Сегодня самый исторический момент. Понимаете? Нельзя решение принимать вот так на заседании Госдумы, там где-то в Совете Федерации. Эти решения примет один-два человека. Может быть даже один примет. Как по Крыму один принял. Остальные колебались, боялись, так сказать. Имея за плечами мощную армию, даже по Крыму боялись совершить эту военную операцию. Поэтому если этот шанс не будет упущен, то мы станем действительно мощным государством. Это слово великое уже измордовали, все великие. Уже Трамп снял лозунг, сделаем Америку великой. Спасем Америку. Вот правильно Трамп. Только не удастся тебе спасти Америку, ибо выборов в 2024 году в Америке не будет. Потому что Америки не будет. Значит и выборов не будет. Пусть в гольф играет. Поэтому блестящие возможности есть. Я бы посоветовал Комитету по обороне и Комитету по международным делам чаще заседать. Чаще встречаться по своей линии с кем-либо. И нам готовыми действительно сплотиться хотя бы на месяц-два, пока будут особенно горячие события, чтобы за спиной у высшего руководства страны он знал, что это парламент, который един в желании окончательно решить проблему враждебного окружения и оскорблений и угроз со стороны Запада. То есть мы должны выиграть вот этот наш последний решительный бой весна 2022 года. Пусть это будет в апреле, в мае, но в этом году это можно сделать. Мы победим. Только тогда решим все экономические проблемы. Тогда все деньги сдадут сюда. Все деньги вернем с офшоров. Денег немерено будет. И на оборону больше не будет столько денег. За победу России в новой войне! Продолжение следует...